К эколого-патриотической акции «Лес Победы» присоединились и жители микрорайона «Самолет». Во дворе на вертолётной улице Люберчан ждал большой спортивный праздник. Футбольные матчи можно увидеть сразу на двух площадках. Сегодняшний турнир – не разовая акция. Спортивные состязания для детей и взрослых на вертолётной улице проводят почти 10 лет. И летом, и зимой. Мы переехали сюда на район в конце 2015 года и уже с 2016 года начали играть в футбол во дворе. И у нас сейчас уже более 140 человек в чате. Мы регулярно списываемся, практически каждый день играем на площадке. Атмосфера отличная, никто не ругается. Потому что тут все папы, наши дети тут же рядышком гуляют с нашими женами, с матерями. Поэтому такая идея, она жива и нужна, мне кажется, не только нашему микрорайону, но и вообще с целым Люберцем. Мы должны эту традицию не только сохранить, но и приумножить. Поэтому мы всегда рады таким праздникам, мы рады их организовывать. Такие праздники востребованы, и эту тенденцию нужно сохранить и приумножить на территории всего городского округа. В футбольном турнире участвовали шесть дворовых команд. Игроки боролись за каждый мяч, но в итоге победила дружба. Такой слаженной команды дворовой я не видел ни в одном микрорайоне. Везде есть площадки, везде ребята выходят, играют. Но у вас, видимо, есть организатор, который собирает и мотивирует. И всегда приятно выйти во двор, действительно спуститься и встретиться с друзьями. Всем развитие, всем только здоровье, заниматься спортом, поменьше травм. Ну и развитие, конечно же, и личного, и семейного. После окончания товарищеского матча жители высадили саженцы кленов. Каждое дерево – как символ новой жизни. И, конечно, символ памяти и благодарности за великую победу. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.